Понятие о мученичестве Хорошо бы нам уяснить И конечно таким великим светочем и путеводителем нам будет отец Понтий Рупышев Мы проводили в начале уходящего года 23 января в его память рупышевские чтения международные Которых его наследие пытались осмыслить и как-то пропагандировать И вот как раз в его духовных дневниках, в его размышлениях на священное писание Таких заметках на полях, которые традиционно называются схолиями В его заметках на полях богослужебных текстов Мы встречаем множество мыслей, касающихся именно подвига мученичества Вот, и если так все собрать вместе То наблюдается такая трехсоставность в этих размышлениях То есть, в чем заключается, во-первых, подготовка к подвигу Потом сам подвиг, а потом его итоги Его, так сказать, благодатная полнота Раскрывающаяся уже в жизни последующих поколений Причем отец Понтий размышляет не только о личном подвиге мученика Он рассматривает исторический аспект И вот в этом смысле мысли, которые касаются путей церкви Путей промысла Божия в истории Вот, они, как раз мы их решили собрать вот со значком звездочка И как раз таким образом у нас получается вот три раздела Я для большей ясности приведу молитву Которая такая одна из важнейших молитв литургии Которая читается по присуществлению даров И в ней, как раз мы видим, вот эти три аспекта Подготовительный, собственно, суть подвига и его результат Яко же быть и причащающимся в отрезвении души То есть, как раз устроение души и тела к подвигу Это первая часть Это вступительная часть в сам подвиг Далее Во оставление грехов при общении святаго твоего духа Это сам подвиг И Далее его итог Во исполнение Царства Небесного Дерзновения ежа к тебе, не в суд или во осуждение Вот Вообще в молитвах часто есть вот этот аспект Эта трехсоставность Но мы как раз В данном случае используем это В качестве Такого уяснения Подвига мученичества Итак, первая часть Отец Понтий размышляет на тему Евангелия от Матфея Как история Избиения Ирода вифлеемских младенцев Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами Весьма разгневался И послал избить всех младенцев в Ифлееме И во всех пределах его От двух лет и ниже По времени, которые выведал от волхвов Обращает внимание Отец Понтий на такую Важную вещь Что именно из благочестивого корня Так От благочестивого корня От которого родился Простой и кроткий сердцем Давид И потомство оказалось достойным Высшей участи Мученической То есть Подвиг мученичества Воспитывается И это явление Нередкое Воспитывается Предыдущими поколениями Следующий момент Отец Понтий размышляет На богослужебный текст Стихиру Мученичин Мученичин Умом Пресильнее И душею Мужественнейшие Сила ума и мужества В страданиях Свидетельствует О благородстве И нерастленности Духа Есть условия Возможности Мученичества За Христа То есть Вот это Кстати его мысль Она перекликается С известной мыслью Отца Романа Медведя Который тоже говорил Что К подвигу этому Должна быть Очень серьезная подготовка Всем подвигам жизни К принятию Которых Господь Подготовляет И очищает Верующих Скорбями Нужно лишь С преданностью Промуслу Божию Нести все Скорбное Им Попущенное А вот Размышления Отца Понтия О О путях Истории О том Как исторически Готовиться К подвигу Мученичества Целые Можно сказать Целая церковь Но все это сделают Вам за имя мое Потому что Не знают Пославшего меня Вот причина Гонений от мира На святую церковь Вот Отец Понтий Как раз жил В те времена Когда Русская церковь Была на Голгофе И Он вот это Как раз и увидел Что Неведение Бога Это есть причина Гонений Причем Это причина Гонений И внешних И внутренних Внутри церкви Самой Далее Тоже известный Фрагмент Из Евангелия Которое Из фрагмент Из Евангельского Чтения Которое посвящено Именно мученикам Сие Сие Сказал я вам Чтобы вы Не соблазнились И так Не нужно Соблазняться Гонениями На благочестие За благочестие И правду Креста Христова Являемое В жизни На словах И на делах Может ведь Дойти и в христианстве Когда шла Древняя еврейская церковь До извращенного Понятия Христе И отношения К нему Убийственного Вот это Предупреждение Которое В общем-то Сам отец Понтий Прошел В своей жизни Он это испытал Реально Потому что Он и сам Испытал Это гонение От собратьев Вот И И видел Это В истории церкви И И так же Свидетельствовал о том Что то же самое Происходит И в России Вот в этот самый период Что гонения Были вызваны Прежде всего тем И Сейчас много Об этом пишут Что практически Внутри самой церкви Благочестие уже Было притесняемо И Как раз История 17-го года Когда Много Публикаций было Например В епархиальных Ведомостях Вот И сейчас Даже трудно В это поверить Но Это Горчайший факт Той эпохи Вот Что Поддержка Февральской революции Например Составляла Где-то От подвига Приступает Перед Приступает Или скорее При окончании Жизни Их Здесь он Размышляет Вот О том Как Подготовка Подвигом Благочестия Вот Ведет человека К самому подвигу К величайшему подвигу Мученичества Если же кто еще при жизни удостаивается от Господа быть распятым на кресте, быть им крестом, то это знак особой любви и милости Божией к нему. Он может только силою Божией, богатством благодати Божией сохраниться в правильном духовном состоянии и в жизни на нем. Значит, с ним и в нем тогда живет Христос в терпении и счастье. Вот мы слышим эти мысли и, конечно, не можем не удивляться, что это явно человек говорит из опыта. Явно, что размышления о таких вещах свидетельствуют о том, что он сам прошел это и действительно за свою паству и по любви ко Господу действительно распинался ему. Удивительная такая мысль у него тоже на богослужебный текст. В стихире Порфирию Газскому такие есть слова. «Достигла и си пустыни, брался и си с миродерцем, молитвами и постом воружься, теми же не изложил и си с ним мудрование плотское». И размышляет отец Понсий. Итак, подвижничество есть такая же борьба с дьяволом, как и мученичество. Вот, но добавляет, разница в том, что в подвижничестве побеждается плоть, а в мученичестве самость во всех отношениях. Поэтому последнее выше несравненно, так как первое одностороннее, а последнее совершенно во всех отношениях. Вот эта старая, в общем-то, святоотеческая мысль, известная, что мученичество есть подвиг величайший, основанная на евангельском свидетельстве самого Господа, что нет больше любви, чем положить душу за други своя. Вот, и здесь вот такое осмысление именно в сопоставлении части подготовительной, как подвига подготовительного и подвига, собственно, мученического. Вот, и дальше важнейшая мысль, на которой, конечно, остановимся чуть подробнее. «Если при душевно-телесном истощании Иисуса Христа на кресте, по мере усиления мук и приближения к концу, божество его как бы скрылось от его человеческой природы, ибо ему не свойственно страдание, отчего страдание усиливалось в ней, а около...» И дальше цитата. «А около девятого часа возопило Иисус громким голосом «Или, или, или масса вахфани». То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? То при подвиге святых, преподобных и особенно мучеников, бывает, что по мере усиления такого истощания, божество, наоборот, стремится соединиться с духом подвижника. Вот тоже свидетельство опытное. Отчего его страдания облегчаются? «Так происходит, потому что Иисус Христос был искуплением и клятвой за нас, а мы пользуемся ради Него уже любовью Божию. Посему дерзай». Вот в мыслях отца Понтия мы часто встречаем вот этот подход. Он никогда не останавливается на чисто теоретическом осмыслении тех или иных текстов. Он всегда это преломляет и применяет к конкретной жизни. Вот конечный вывод. «Посему дерзай». То есть, нету ситуаций для верующего человека, когда он может опустить руки, когда он может допустить уныние. Он должен дерзать, потому что благодать Божия всегда идет навстречу ему. Именно это итог, результат искупительного подвига Господа Иисуса Христа. «И заставили проходящего некоего Симона, отца Александра Ируфова, идущего с поля, нести крест его. Если заставили Симона, а не кого-либо другого, размышляет отец Понтий, нести крест Христа, то значит, он чем-то оказался близок ему. Не выразил ли он соболезнования Христу? Отсюда и урок христианину. Если действительно любишь Христа, то разделишь и крест его. Его составляют немощи и грехи наши и наших ближних. Очищение от них нас лично, и содействие в том нашим ближним, и есть крестоношение со Христом». Вот здесь, как бы, вряд ли стоит это комментировать. Такая ясная и чистая, четкая мысль. «Святые мученики и подвижники так себя вели, пишет отец Понтий, чтобы сила Божия не была посрамнена через обстоятельства их жизни. Когда же им приходилось что-либо терпеть по неправильному приговору вплоть до самой смерти, то есть ему они радовались. Так нужно и нам вести себя». Опять вот замечаем вот этот итог, то есть какое это имеет отношение к нашей жизни. Так нужно и нам вести себя в жизни, подражая их вере. Естественно, меры у всех разные, но речь идет о главном направлении. Далее удивительная мысль, касающаяся размышления о богослужебном тексте, именно каноны. Это очень интересно, откуда это все взялось. В 1936 году сёстры Михновской общины, созданные отцом Понтием, записали, как бы собрали его мысли о богослужении. Он часто любил сам читать и обращал внимание, потом записывал это на клочках бумаги, то, что уязвило его сердце из того или иного богослужебного текста. И вот чаще всего мы встречаем такие мысли именно на тему служб мученикам. Он читал о мучениках, и потом вот это так отзывалось его душе. Видимо, его собственный духовный опыт как-то перекликался с этим. Более того, он не просто на это отзывался, но он фактически всё это преломлял к жизни созданной им общины. И отсюда вот эти советы, как следовать по стопам святых. Более того, он, читая жития святых, например, и вот в новоизданном календаре на будущий год, там мы находим, мы видим его синодик, он записывал имена, а в тех случаях, когда имен в житиях, имена в житиях не указывались, он записывал просто, что вот такой-то родственник, например, такого-то святого, вот, и он поминал этих родственников за упокой всю свою жизнь священническую. То есть, он читал в житиях, и это, и их участие в подвиге святых, этих людей, вот так его, как-то трогало его сердце, что он всю жизнь их потом поминал. Это такой удивительный, высочайший пример священнического служения, высоты. Вот. И вот это мысль, на которой я сейчас остановлюсь. Великому ученику Георгию Новому из канона. Оку Херувимскому ума твоего чистота уподобися, долобу мужески терпелось и мучения, горе же предстоял владыце, пославшему тебе венец победный. И такая просто ясная, простая мысль. Вот состояние мученичества. Состояние мученичества в том, что на земле терпит мучения, а реально душа предстоит владыке, спасителю своему. Из канона святому епископу Льву Катанскому. Умершлением сластей жива Богу был и си жертва, заколая себе без крови блажение. Отсюда видно, что подвижничество ради Христа есть бескровное мучество. Вот это старая его мысль. И далее. Сущность его заключается в совершенном, без саможеления, умершлении ветхого человека. Что немыслимо, без великих болезней душевных и телесных, таковы фериги, власеница и тому подобное у святых, или сверхъестественные посты, или пустынное отшельничество. То есть вот эти все подвиги, которые мы видим и в других чинах святых, они подвиги фактически такого восхождения к мученичеству. Канон из канона святого мученику Агафонику. Мудростью твоих словес и дел священных божественными показаниями устрашил и севраги, надеющиеся терпеливые ума твоего победите и к прелести привлечи мучениче Христов Агафонича. И далее. Огнемся сожег любве божественный твой ум славне. Огня супостат не устрашился и си, но возжег, якоже, угль безбожия, запалилась их в растие мучениче священния Агафонича. Враги Христовы, размышляет на тему этих двух тропарей из канона, отец Понтий, враги Христовы побеждаются мудростью слова и явлением божественной силы. Их цель – сокрушить терпение и твердость ума Христового подвижника, который имеет своей основой божественную любовь. И вот это касается первого тропаря. И переход ко второму тропарю – вот это очень важно. То есть, что любовь божественная и её место в мученическом подвиге. Да коли ум, через который преимущественно выражает себя дух, горит ею, то есть божественной любовью, да то ли сохраняется ясность и трезвость его и способность к терпению и твердости при гонениях и испытаниях. То есть, вот пока эта любовь пылает в сердце подвижника, то он несокрушим. Особенно же при телесных и душевных страданиях или мучениях от людей. И вот далее приведём несколько мыслей от Сапонтия о путях церкви, именно церкви, которая страдает именно в совокупности своей, когда все члены церкви страдают, когда вся церковь находится в гонении. Как в жизни отдельного верующего, чем больше обуздывается им не только страсти, но и естественные пожелания, тем свободнее и сильнее становится он духом, так и в жизни святой церкви. Чем стесненнее внешние обстоятельства её жизни в мире, тем она могущественнее и свободнее во внутренней своей жизни, как это было в первые времена христианства или пригонениях на него и мучениках. Вот эти как раз первые времена, эпоха апостольская, он часто это такое разделение на эпохи истории по апокалипсису проводит, и эпоха мученическая, вот так условно скажем, второй-начало четвёртого века, вот как раз это всегда ведь и по сей день остаётся таким идеалом, совершеннейшим идеалом состояния церкви, церкви мучеников. Вот, и как раз это и вдохновляет отца Понтия на эту мысль. Во времена мученичества христиан за веру и истину в первом восьмых веках, вот, как известно, гонения продолжались в разной степени и в разных местах довольно долго, единство их духа со Христом сказывалось в том, что оно обнимало и душу, и тело их. Так что восхищение всего существа их небесной радостью делало их выше страданий, позволяя переносить их мужественно. Как бы жестоки они ни были, ещё грех не извратил их души и тела настолько, чтобы они, душа и тело, не могли войти в жизнь их духа и духа Божия, подчинившись им. То есть он приводит, вот, как пример, вот эти первые времена христианства, как времена, когда ещё дух и тело христиан ещё не подверглись к некоему такому ослаблению. Вот, и то, что мы наблюдаем, особенно в последнее время. Вот, и потом уже, потом уже пути истории пошли иные, и уже мученичество, оно было не столь, возможно, чисто, если так внешне сказать, не столь героическим, но этот подвиг всё равно в последнее время Господь очень, и как и предрекали древние отцы, этот подвиг очень высоко они ценили, потому что на фоне вот общего состояния расслабления, и расслабление, которое затронуло фактически всё, всё церковное сообщество, вот, этот подвиг становится особенно ценен, особенно высок. святые мученики, пишет отец Понтий, и высшие их святые принимают на себя злобу и неправду врага. Он, вот здесь мысль о том, какие итоги, какие результаты даёт подвиг мученичества. кому-нибудь нужно их принять на себя, дабы с одной стороны разрядить и утолить первую, то есть злобу, а с другой стороны обличить неправду и для самого врага, и для разумных тварей. Для всего нужны избранники, достойные всего, как высшего подвига и способные к нему. Это для них дар Божий, а за своё страдание они получат особую благодать Божию, не способные же к столь великому подвигу лишь борются с бесами, тогда как победивший их бесов и грех способен к этому, то есть вынести, показать их злобу и неправду. Вот результат. То есть результат мученического подвига именно первый итог обличения неправды врага. И более убедительного обличения и не существует, поэтому мученики, слово мученика значит свидетель, свидетель с одной стороны божественной любви, а с другой стороны свидетель той неправды, которая на него воздвигнута. И насколько она омерзительна и тщетна, и бессмысленно это неправда. в каноне святого великому великому ученику Иоанну Сочавскому написано «Яд яд бы с тобою и удержан и до конца не изложен змей бесплотный во плоти твоим терпением и того крепость угасе и лютое мучительство Христу вплоть оболкшуся». И вот размышления отца Понтия над этими словами. Терпением подвигов спасения во плоти, особенно мученических за Христа, бывает вот четко по этому богослужебному тексту. Надо сказать, что батюшка очень благоговейно относился к этим текстам, как фактически как это и есть к священному преданию Церкви. Бывает взят, удержан и до конца не изложен дьявол. Во святых мучениках за Христа пребывает сам Христос, поэтому их язва есть в то же время Христово. Здесь таинство, единство, духа и любви. Любви и духа. И тоже как такой яркий пример итогов подвига величайшего из святых, большего из рожденных женами Иоанна Крестителя, вот такой можно сказать панигирик возглашает ему отец Понтий. Насколько велика сила оправдания и освящения, данная предтече Господнему Иоанну. Так что из рожденных женами мужей он оказался выше всех. Настолько велика и любовь его, ибо он оказался в благодатной жизни Святой Христианской Церкви покровителем кающихся грешников. Какова должна быть сила любви, чтобы иметь дерзновение на ходатайство за них? Каково противление дьяволу? То есть, как мы знаем, да, мы обращаемся к святым, которые в своей жизни победили ту или иную страсть и тем самым низложили дьявола, как, например, Мария Египетская молится при борении от плотской страсти и так далее. И вот эту мысль он доводит до конца. Каково противление дьяволу? Каково сораспятие страждущим от греха? Так, любовь по смерти, вот это такая совершенно неожиданная мысль, но в контексте, вот в настоящем контексте совершенно ясно убедительная. Так любовь по смерти распинается более, чем при жизни. Вот. И как раз следующее. Следующий текст, уже который можно вполне отнести к теме итогов мученического подвига, мы читаем следующее. сегодня за вечерним богослужением делится, ведь отец Понтий писал свои дневники исключительно для себя, не рассчитывая, что это когда-то будет опубликовано и так далее. Поэтому такие глубоко личные переживания, о которых он пишет, это он фактически делится сам собой, чтобы это как-то сохранить в памяти. Но мы имеем счастье теперь это читать и к этому прикоснуться. И вот что мы слышим. Сегодня за вечерним богослужением при чтении мною канона дневному святому преподобному Потапию в меня вошел помысл о приятности и сладости почитания и меня после моей смерти как святого. И тотчас Господь исцелил меня от всего усложнения таким помыслом. Я пережил тяжкую боль сердца, бывающую у святого при таковом почитании его. Сердце стало как бы раненым или больным. И понял я, что в какой степени святого почитают, в такой же его распинают, ибо делают его участником своей жизни со всеми ее очистительными от грехов скорбями. Ужас сперва взял меня и у меня явился вопрос, а могу ли я понести подобное распятие? И точно же явилась у меня мысль, да ведь это же и есть распятие Христа. Значит, я его крест понес бы, и отпал у меня всякий страх. Осталась лишь серьезность глубокая и строгая. Все сказано, комментарии излишне из размышлений на богослужебные тексты службы преподобной мученицы Феодосии Деве. Кровью капронима удавила и си мученица. И вот пишет отец Понтий. Чем выше подвиг, тем совершение победы над врагом Христовым. Пожертвовать своей жизнью за Христа, поразить врага его дьявола насмерть. Авив всемудрый и самон чудный и горе и славный, общий составивший верным лик, в радости ныне сликовствуют нам страстотерпцы и свеселятся душам по мученическим от Бога сие до десе здебываемое разумно зрите. И пишет отец Понтий по этому поводу мученикам за Христа дана благодать видеть умными очами души все совершающееся на земле. Вот какое с одной стороны было бы для нас только великое утешение в этих словах, но с другой стороны если вспомнить предыдущую мысль то насколько это все серьезно. И вот размышления отца Понтия о судьбах церкви о итогах мученического подвига целой церкви. Святыми стоит мир то есть их духом святыми стоят и современная Россия против свободного действия дьявола в коммунизме. Вот в чем была его надежда. И он поэтому нисколько не сомневался в том что это время коммунистическое что этот период что он будет очень короткий и что безбожие будет не зложено в конечном счете и весьма скоро. Падение русского народа революция большевизм коммунизм есть спасение мира особенно Европы от них же а восстание русского народа от него что несомненно будет будет и воскресение мира для новой жизни но надолго ли нет ибо дары божии обратятся на служение страстям чего Господь не потерпит вот такое предупреждение и как оно актуально звучит в наше время когда мы все это видим совершающимся практически на наших глазах чем сильнее дьявол борет мир в такой еще большей мере после пришествия Христова дается миру благодать для победы над дьяволом к всему времени дьявол достиг совершенной силы и власти над миром и Христос дал силу своей церкви которой дьявол и был побежден это первый период то есть апостольские времена тогда дьявол возмечтал совершенно уничтожить святую церковь чисто физически но Христос исполнил ее богатством даров и она осталась жива второй период то есть он говорит об эпохе мученичества второй четвертый век тогда дьявол задумал извратить истину в святой церкви но Христос исполнил ее мудростью которую она выжила в полноте третий период эпоха вселенских соборов тогда дьявол погружением в естество восхотел оземлянить святую церковь но Христос дал ей крепость не растет это вот эпоха вот этой патриархальной ну которая можно сказать продлилась в русской истории практически до 19 века дал ей крепость не растреться от плоти четвертый период тогда дьяволу дано искусить святую церковь свободой вот с чего собственно революция началась но она стоит в добре истине и святыне пятый период вот этот период второго гонения второй церкви мучеников то есть такой нам знакомый которому мы теперь собственно и посвящаем этот вечер потом дьяволу попущено будет обманом совращать святую церковь с пути сего но она обличит его это вот наше времена наконец дьяволу попущено будет насилие над святой церковью но она явит любовь к богу совершенную вот к чему идет мир тогда уже будет страшный суд во всяком периоде есть избранники божии наиболее полно выражающий дух благодати соответственного им периода и вот я хотел бы завершить свое выступление таким можно сказать такой песней такой молитвой такой вот этим излиянием любви ко святым которые которым так тянулась душа отца понти и которым он всемирно подражал преподобные постники праведные и блаженные вы пленяете своим смирением святостью кротостью послушанием воздержанием рассудительностью и всякой иной добродетелью вас душа моя любит и отдыхает с вами мученики и исповедники вы удивляете своим мужеством терпением ревностью благородством и всякой другой высотой духа вами дух мой восхищается и живет с вами святители ваша царственность разум жертвенность духовность и всякое другое выражение вашего превосходства свидетельствует о небесности вашей исполненной глубины высоты и остроты ума широты и чистоты вашего сердца и любви высшей всякого подвига мучений и скорби ибо она им только сострадает не только сострадает но и несет их вместе с ближними с вами распространяется дух мой апостолы у вас душа моя учится всякому богатству истины добродетели которыми вы исполнены божия матерь ты радость не только людей но и ангелов господи иисусе христе к тебе обращены взоры всякой твари ибо ты для всех все спасибо за ваше внимание спасибо